Отставка Олега Харахордина была неожиданностью для вас или это скорее закономерное событие? Ну, вообще это спонтанное решение. Я разбирал разные версии, смотрел, и получается, что это стечение обстоятельств сразу для нескольких человек одновременно это решение оказалось неожиданным. Харахордин, по некоторым данным, уже начинал готовиться к избирательной кампании следующей, то есть он тоже не ждал отставки. Что произошло, не буду в разные версии, так сказать, бездоказательно вникать, там могут быть события конкретные. Вот, кстати, пожар был в Ангудайском районе накануне для Харахордина не очень, наверное, хорошее событие. Вот, по Турчаку говорят, что он проявил там, может быть, лишнюю активность в Санкт-Петербурге, может быть, надеясь пройти в губернаторы и так далее. Плюсы и минусы Олега Харахордина вот на посту главы республики? К плюсам точно можно отнести развитие туристической отрасли в регионе. Зашло несколько и реализуются несколько больших инвестиционных проектов, достаточно крупные игроки, тот же Сбербанк в Манджарке, на самом деле и РЖД здесь реализуют несколько проектов, ну и достаточно много частных инвестиций. Еще одним большим плюсом это, в принципе, увеличение инвестиций в республику Алтай вообще. Если говорить вот о республике Алтай, то, ну, отзывы о Харахордине разные. В основном говорят, что достаточно спокойный был период губернаторства, что-то делалось, что-то не делалось. И в то же время, ну, подспудно чувствуется некоторое недовольство местных жителей тем, что, ну, он был все-таки не местный, а там этому придает большое значение. И второе, то, что при нем довольно много земель было скуплено москвичами, как говорят местные жители. И их это тоже, конечно, настораживает, потому что они не чувствуют себя хозяевами на собственной земле, скажем так. Что касаемо назначения Турчака, вот исполняющим обязанности главы Горного Алтая, многие эксперты, вот уже оценивая, да, СМИ, трактуют это назначение по-разному. Одни считают, что это своего рода карьерное понижение, другие считают, что это довольно перспективное предложение. Вот ваше мнение на этот счет? Я скорее увязываю это с какими-то глобальными задачами, которые по силу решить только в фигуре такого масштаба. Первое и самое основное – это вообще, в принципе, запуск товарооборота с Китаем. У республики Алтай достаточно уникальное географическое положение, да, он граничит с четырьмя государствами. Но при этом это еще и самый короткий торговый путь на Китай через Монголию. И вот для решения этой задачи действительно требуется в первую очередь и консолидация всех усилий, там, всех ветвей власти, межведомственных взаимоотношений и там республиканско-федерального уровня и рядом близлежащих территорий. И при этом это еще должна быть и фигура, с которой власти Китая будут общаться, да, потому что это еще и внешнеполитическая деятельность. Дзянь-Уйгурский автономный округ в Китае считается и достаточно проблемным для самого Китая. И он удален от дорог логистически внутри Китая, то есть это внутри Китая тупик. И здесь, конечно, то, что это огромный рынок в первую очередь для сельхозпроизводителей по Сибири, в принципе. Алтайский край, Новосибирская область. Это намного выгоднее, чем это продовольствие через всю Россию везти либо на порты, на восток, либо на запад. Вот версии по поводу Турчака, они среди экспертов две, собственно, версии. Одна это в кавычках ссылка, другая в кавычках особая миссия. Вообще-то они друг друга не исключают эти версии. Мне кажется, они соединились. Вот. То есть Турчак за что-то, так сказать, на смену пошел Харахордину, но у него есть определенное предназначение. Можно предположить, какое. То есть если... Ну, тут две версии, опять же, развилка. То есть одна версия – это слияние двух Алтаев, о чем говорят уже много-много лет. И вторая версия, другая – это развитие контактов с Китаем через Республику Алтай, строительство железной дороги. Кстати, Харахордин в свое время отказался категорически проводить железную дорогу через Республику Алтай, потому что он говорил, что это экологически чистый регион. Здесь население сохранило традиционный уклад жизни. Ну, это такой уголок, который нельзя трогать цивилизации. Надо его сохранить. Вот у него была такая позиция. Может быть, и вот в этом направлении Турчак будет работать. Он может разговаривать напрямую со Сбербанком там, который очень большие позиции имеет, хорошие позиции в Республике Алтай. Может даже и на президента выйти, хотя тоже многие обратили внимание, ну, как бы уже как в византийском дворе, так сказать, по приметам судят, вот президент очно не встретился ни с тем, ни с другим. То есть, ну, это вот такое спонтанное решение. Вот помимо, скажем так, курса на Китай, с какими еще вопросами Андрей Турчак может вот зайти в регион? Какая повестка сейчас ждет? Основное внимание к развитию туристической отрасли. И, собственно говоря, здесь надо будет ему и продолжать то, что делалось при Олеге Харахордине. Но при этом мы, видимо, явно будем увидеть, ну, какие-то еще дополнительные большие проекты. Нужно еще пройти выборы. Вот я посмотрел предыдущие выборы, когда Харахордин таким же образом был парашютирован туда, в 2019 году он набрал меньше 60%. То есть, 31% даже больше набрал Ромашкин, представитель КПРФ. То есть, там вот местное население таким образом выражало все-таки свою позицию. Ну, и мне кажется, что было бы все-таки лучше, если бы процедура выборов была соблюдена, чтобы была легитимная там власть, и чтобы все-таки все это на пользу пошло, все эти перемены. Как назначение Андрея Турчака может повлиять на Алтайский край? Вот многие говорят о возможной перспективе слияния двух Алтаев. Что можете сказать на этот счет? Тема слияния будет действительно неоднократно подниматься, но я не думаю, что это вот какая-то ближнесрочная перспектива. То, что слияние, безусловно, будет, я считаю, так оно и будет. Но для того, чтобы это прошло как можно более безболезненно, необходимо очень много лет, чтобы к этому подготовить. И вряд ли раньше, чем за пять лет, можно будет попробовать подготовить жителей к вот такому объединению. Мне бы очень хотелось надеяться, что все-таки у нас будут появляться совместные проекты. Да, вот то, о чем многие экономисты говорят, Большой Алтай, проекты Большого Алтая. Хотелось бы вопросы межрегионального сотрудничества, чтобы в том числе вышли на как бы новый уровень. Потому что взять, например, строительство моста сейчас в районе села Платова, как раз с одного берега Катуни, республика Алтай, второй берег Алтайский край. Так вот, чтобы построить там мост, необходимо провести двойное согласование, двойные экспертизы и разные нормативы, нормативная база в регионах. Это затягивает сроки, страдают люди. Чем ближе будут взаимоотношения регионов, тем быстрее будут реализовываться совместные проекты, которые на самом деле будут приносить пользу жителям всех субъектов. Это относится и Алтайский край, и Кузбасс, и Новосибирск в ситуации с республикой Алтай. Вот этот маленький регион, мне кажется, лучше не трогать никакими слияниями, потому что они уже оценили вот этот свой статус, поняли, что им лучше всего так развиваться и лучше, чтобы они сохранили свою самобытность. То есть вот это и с точки зрения природы прекрасный уголок, и уникально то, что сохранилась культура, традиционная культура алтайского народа, плюс там огромное количество археологических памятников и так далее. То есть надо сохранить этот уголок, потому что уже на планете Земля не так много осталось таких уголков. Моя-то рекомендация была бы все-таки разговор об объединении закрыть навсегда, потому что они вредят развитию. Люди не могут планировать будущее, понимаете. То есть либо одна ситуация, либо другая. Там еще и Кемеровская область приплетают как вариант объединения и так далее. Но это все мешает планировать на долгие годы развитие регионов. А для Алтайского края последствия, если Турчак будет работать не по варианту слияния регионов, мне кажется, это было бы рискованным шагом все-таки, а по варианту продвижения бизнеса московского, развития контактов через плато УКОК, хотя тоже это охраняемая территория, и там не стоит все это трогать, но если... ну просто сейчас, конечно, это логично, у нас Китай остался главным партнером, и самый короткий путь лежит вот именно через эти 50 километров границы, которые в республике Алтай находится. Хотя гораздо проще, мне кажется, было бы все-таки через Казахстан, просто через Алтайский край и Казахстан развивать контакты с Китаем.